Ирина Гречихина, внимание, сейчас пойду, у нас как раз закончился час, я пойду кипяточку подурю, это быстро. Комментарий человека, который мой, посмотрев фильм, как я разоблачаю черепной питомнику, они у меня фотографии свиснули, я решил не мелочиться, раз присвоили, значит, имею право про них написать правду. С тем же вопросом, откуда дровишки? Вы были, как всегда, правы, ничего не знают, только пересылают. А что, не буду выражаться, тоже захотелось матом. И таких сайтов тьма, похоже. Вы их можете разоблачить на раз. Да, забыла сказать. Я разозлилась и спросила оператора, почему выставили фотошоп, фотографию колонновидной груши. На что был ответ. Да, это не колонновидная, а карликовая. Зачем тогда ложную информацию выставляете, опять молчит. Вот так вот. Ну, а таких фотографий, допустим, ждать от них не приходится. Вот. Единственное, что вот это гигантское мошенничество, оно никого не задевает, ни власть имущих, которые должны бы прекратить. Вы понимаете, друзья, я ниже покажу, но потом забуду сказать, что меня возмущает. Идут по миру один за одним. Я рассказывал про это, я уже без фамилии, я даже без адреса. Дальний Восток. Директор ГСУ по ночам работал кочегаром за 30 тысяч рублей, потому что тут ему то ли 7, то ли 9 платили. Потом закрывает ГСУ. На другой день приходит утро, ни окон, ни дверей, ничего. Пустые помещения с мусором. Вот она, действительность. Почему государство разрешает миллионы, 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 миллионы привозить из Аграницы, все южные, все на смерть грабить фактически с наших соотечественников на миллиарды рублей? Собственная вся, начиная от академии, от госуниверситетов, от институтов, от НИИ, от ГСУ, питомники. Все это в холостую, потому что ради чего это существует, якобы новые сорта якобы ранируют, если люди покупают по 200-300 рублей по цене бутылки водки отравленной, эти же саженцы. Никому ничего не надо. Что же ты заказался такой? А что толку, когда было сказано им это замечание? Это первый, пункт первый, запретить этот. Можно не запрещать, но можно от них потребовать такие документы, которых у них нет и никогда не было. Вы же сами догадываетесь. Какая сертификация у этих? Ну ладно, ниже еще вернемся к этому. Еще раз Елена Гречехина. Спасибо, Лена, вы мне здорово помогли. Увеличиваю. То есть, единственный человек, который, по крайней мере, который я знаю, который все-таки взял, и не просто, чтобы там заказать саженцы, а заранее зная обман, зная о поделках, просто решила вывести их на чистую воду. Это будем называть моя самая добросовестная ученица. 33 минуты назад позвонила. Понятный акцент у оператора. На вопрос, откуда саженцы, Краснодар. Недалеко от Краснодара. Хочу вывести сама. О, моя ученица. На это ответ, что в связи с обстановкой они высылают сами. Я ответил, что хочу сама выбрать, выкопать. Отказ. Много работают недели, нельзя контрактировать. Требовал назвать, на что привито. Раз выдерживает, до минус сорока. Света в Краснодаре до сорока. Вот уф-та. Не помнит, не знает, может ищет позже. А ответил, что это собственный питомник. Удивил и слух, что они не знают, ни папа, ни мама, ни на что привит этот великолепный агрикос сибиряк. Начали гадать. Наверное, на медаль или луча. Попросил уточить информацию. И перезвонил, чтобы узнать лучше. Вывод, уф-та это не питомник. Ну, то есть, всё так оно и есть. У таких питомников сотни. И всё равно, вот. Я надеюсь, что и Лена, плюс я, плюс мой брат, плюс Антон Сафронов, чтобы помоленечку, помоленечку, хоть какие-то деньги из тех миллиардов, хоть миллиардов с экономиками. А теперь смотрите, о чём речь шла. Я взял и создал фильм. Я увидел вот эту вот, прям в интернете. В этом, в Яндекс. И там было написано, «Груша далеко ракалновидная». Значит, для меня вопрос не стоит. Я, может быть, надо было мне в следователе идти работать. Там тоже это самое, какие-то данные нужны, типа шелка-холк. Внимание. Вот. Обычно на это внимание не обращают. Из тысячи может быть один, а я больше из миллиона один. Смотрите внимательно. Для меня, это оператор взял вот эту верхнюю часть, вот так вот. Видите? Аккуратненько, где надо, отрезал. И её же приспособил ниже. Вот сейчас, как бросается в глаза, нет, смотрите. Этот листик, два листика. Вот один маленький, большой. Похоже, нет? Ага. Смотрим дальше. Ну, например, вот это пятнышко, видите? Кстати, вот она, жарчина. О, видите? Вот, уже и дерево больное. Вот. Значит, а вот это оно, выше, прямо выше вертикально. Оно. А вот эта палочка, вот она, это что-то такое, вдали, видимо, растёт. А вот это оно, а вот его пересекает зелёная палочка. А вот она, она, а вот это, смотрите, пятнышко, которое одели, как бы, это, может быть, где-то там, что-то чёрное зеленеется. Вот видите? Оно, оно. Вот это вот, тень или что? Оно, оно. А вот это вот, оно, оно. Ну, теперь для вас всех. Ну, может быть, кроме кто-то совсем плохое зрение. Стану понятно. Это чистая, стопроцентная ложь и мошенничество. Так, нет? Видите? А дальше что? У неё нет этого ещё, штамба нет. Это висит ветка. Но ветка я искусственная нарисована. Так, всё. Вот мы, значит, с Грязихи на это и работаем. Смотрим дальше. А где мы взяли это? А вот где. Весна-осень. Саженцы персика. Увеличиваем. Моё любимое занятие. И что мы видим? Ах, мы видим вот мой саженец. Ой, моя фотография. Она сделана в моём саду. Я её показал в тем отдельном фильме, который был посвящён вот этому питомнику. Итак, это фотография из интернета, из интернета, из интернета, из интернета. Она, к тому же, ещё и моя. То есть, чистый, стопроцентный обман то, что они собираются вам продавать. Вот. Вот это вот Вельчихина попробовала их вывести на чистую воду. Практически вывела. А вот. Они, конечно, не ожидали этого. Они, конечно, такой вопрос, может, не поступил один раз. Вот. Ну, а дальше чё, что, смотри. Они же как делают? Вот такую вот. Берут кусочек, вырезали. А тут небольшая, такая палочка. Тут такая непонятная. А палочка, вот она. Я сейчас ниже покажу. Вот. А палочка, вот она. Обыкновенная ветка, свисает с дерева, вот с этого. Просто ветка. Почему? Здесь на некоторых фотографиях видно пустоту. Здесь обрезали, ну, не брежно. Уже понятно, что здесь нет палки, нет ствола, и связи с землей нет. Это свисающая ветка. Почему? Потому что никогда на всей планете не удалось вырастить ни одной колоритной груши. На всей планете, я же это утверждаю, вот, когда-то это станет истинной последней инстанцией, и мне бы очень хотелось, чтобы один урок по биологии посвятили хотя бы в 10-11 классе. Вместо той дуи, которая это. В какую сторону в улитке завернутая это самое, ну, как это, панцирь. Левую или правую. Вот это, взять один урок, один урок, а ведь домой придут, расскажут родители. Сразу урок, это вообще, это открытый урок по биологии, по всей стране. Это ведь придумали же диктант все российские. Сотни тысяч участвуют. А это-то, важнее этого диктанта. А, друзья, как докричаться туда? Один урок, я специально, чтобы вот они сидят, а вот перед ними экран, или там перед каждым этот ящик стоит, этот самый, с экраном, ноутбук. Вот. И преподаватель даже набирает там, допустим, это, несколько слов, и вот готовый мой фильм. Специально сделал для школьников. Мне это один день нужен для этого. Всего один день. И сразу рухнут все эти самые. Их не надо запрещать, будет. Они сами закроются. Мозги пудрят. Ни одного персика нет, колонновидного на планете. Груши нет, сливы нет, череши нет, вишни нет. Вот. Все перечислил. Яблони есть, но и то, я говорю, классическая колонна, она, это, 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 это то же самое, что, очень редко, чтобы уже действительно посадили, и выросло оно, ну, честно говоря, или перейдет на боковые ветки, или она просто перестает плодность. Одни и те же плодушки 15 лет, это вранье. И вот я пишу. А мы пойдем на север. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!